Когда солнце светит в пустыне, оно не ведает, что сжигает все живое. А когда боец Капойеры крутит вертухи, не понимает, что на него смотрят жирные мальчуганы, которые хотят так же, но никогда не смогут. Привет, песчаные моржи! Вы на канале Мой Тай Сикея, я Федорович. Покажу вам аж два боя с одного смертельного турнира, в котором встречались лучшие тигры разных стилей. С одной грядки разные помидоры не насобираешь, но с одного фильма разные турниры наделать можно. Видать, когда в Японию прилетел фильм Mortal Kombat, предприимчивые люди сразу сообразили, что нужно на этой теме сделать турнирчик. Почему этот турнир у меня ассоциируется с Mortal Kombat? Да это же очевидно. Крупная рыба в болоте не водится, а настоящие мастера в ринге выступать не будут. Только на смертельной арене. Почему смертельной? Потому что вокруг арены нет никаких преград. И если боец с нее вылетает, от удара или толчка, то может кубарем полететь вниз, свернув себе шею, как мамонт со скалы. А еще больше все это дело усугубляет дым, который напустили, чтобы не было видно пола, а создавалось впечатление бездны. Что не говорите, а у кривой ветки и тень кривая. А у японцев аниме и драматизм явно преобладают над рассудком. К тому же все бойцы одеты в такое кимоно, которое мне сразу напомнило про Скорпиона и Субзеру в их эпичном бою. Кто знает, может и наши бойцы покажут что-то в этом духе. А тем временем боец Капуэры в зеленой курточке регулярно избивает представителя карате. Причем было заявлено, что это Кикушин карате. В чем я лично сомневаюсь. Да и в том, что это представитель Капуэры тоже. Почему пчела умирает после укуса? Не менее важный вопрос, чем почему наш каратист вообще не бил. За весь бой он не сделал ни одного удара. Но и такой же вопрос остается к Капуэристу. Где вертушки? Где стойка на руках? Что это за тактика бешеного оленя, который как американский футболист тупо выносит каратека и толкает в туманную бездну? Но самое интересное, что бой-то закончился красиво, ударом ногой с разворота в печень, но не от Кикушиновца, для которого этот удар постоянно используется в боях, а от Капуэровца, от которого я такое никак не ожидал. Мне кажется, это все Рейден, которому бразилец постоянно молился после каждого удачного выбрасывания японца с арены смерти. А мы переходим к авторопаду. Второму поединку, где мастер кунг-фу стиля богомола в синей куртке будет уничтожать танцующего представителя Капуэри в зеленой. Самая прекрасная вишня – это ее цветение, а самое прекрасное в Капуэри – это приветствие бойца перед боем и после, когда он выполняет все эти сальто и вертухи. Но в отличие от своего предшественника, этот боец Капуэри работает показательно в своем стиле. Разгоняет ноги в танце, делает вертушки. В общем, все как в кино. Люба дорого посмотреть. Мастер кунг-фу, в свою очередь, не делает ничего. Даже ни разу не взлетел и не шандарахнул фаерболом по жалкому человечешку. Видать, Шао Кан как раз заливал в себя очередную литру саке, когда определил этого мастера на бой. Мастер кунг-фу. А тем временем, боец Капуэри в лучших стилях беспредельщика ММА всадил пару колен и допил лежачего беззащитного богомола. Все-таки Капуэра хороша, когда к ней прилагаются удары с бокса и добивание с ММА. И самое красивое, что было в сегодняшнем видео, наши бойцы припасли на конец. Это танец победителя от Капуэриста. Что скажете про такие бои, пишите в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok